Чуть больше месяца осталось, чтобы успеть вовремя уплатить имущественные налоги. На помощь тем, кто этого еще не сделал, приходит налоговая инспекция. Там прошел день открытых дверей, в рамках которого жители могли получить всю необходимую помощь и разъяснение по начислению налогов и сроках их уплаты. Подробности в следующем материале выпуска. Транспортный, земельный и налог на имущество необходимо заплатить до 2 декабря включительно. Если вы еще не получили налоговое уведомление, можно обратиться за уточнением информации в налоговую инспекцию. Там для удобства жителей регулярно проводят дни открытых дверей. Узнала из газеты о том, что сегодня день открытых дверей. Хочу зарегистрировать личный кабинет, посмотреть, все ли у меня в порядке с налогами. Если есть задолженность, оплатить их. Это наш бюджет, это наша госсфера, это наша медицина, это наши сексуальные службы. Если они получают зарплату из нашего государственного бюджета, нам нужно платить налоги вовремя. Чтобы заплатить налоги, сегодня не обязательно стоять в очередях. Можно зарегистрироваться на официальном сайте ФНС России налог.ру и в личном кабинете налогоплательщика сформировать платежный документ для безналичной уплаты налогов или распечатать квитанцию, чтобы лично оплатить ее в отделении банка. Тем, у кого возникают вопросы, касающиеся начисления налогов, лучше лично обратиться в инспекцию. Там дадут все необходимые разъяснения, а также помогут подать заявление в случае обнаружения некорректных сведений в налоговом уведомлении. Мы стараемся в эти дни максимально информировать налогоплательщиков обо всех изменениях налогового законодательства. Любой житель сможет получить исчерпывающую информацию по интересующим вопросам, входящим в компетенцию налоговых органов. Мы призываем всех налогоплательщиков оплатить налоги за 2018 год до 2 декабря и погасить задолженность прошлых лет. Ваши налоги идут на добрые дела. К налогоплательщикам, уклоняющимся от уплаты налогов или несвоевременно их заплативших, будут применяться меры административного взыскания, вплоть до ареста имущества должника с последующей его реализацией. Поэтому лучше заплатить налоги и спать спокойно, чем потом отбиваться от судебных приставов и помимо налогов платить еще и начисленную пеню. Тем более, что визит в налоговую не занимает много времени. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».